Армянские аналитики ломают голову над определением избранные представители народа Нагорного Карабаха, прозвучавшим в заявлении сопредседателей по факту недавней встречам на Цыканян Мамедьяров в Женеве. Одним из центральных вопросов переговорной повестки карабахского конфликта является создание зон совместного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе, и в первую очередь обсуждается вопрос Шуши. Как передает АЗ. АЗ со ссылкой на Каспий, об этом на днях во время обсуждений на тему Карабах на пороге перемен. Внешняя и внутренняя безопасность заявил бывший директор службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян. В частности, он подчеркнул, что именно в этом контексте параллельно проходящим в Женеве переговором посол США в Баку Эрл Лид Цейонбергер встретился по собственной инициативе с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Генджалием. И вопрос о сдаче территорий обсуждается с первого дня, иначе Азербайджан не сел бы за стол переговоров. Отсюда вывод, Баку доволен итогами переговоров и в Женеве, и в Братиславе, считает Шахназарян. Что тревожит армян? По заверению экс-главы СНБ Армении получается, что сопредседатели минской группы ОБСЕ и Баку на одной стороне, а Ереван на другой, фактически оставшись в одиночестве. Между тем армянских политических экспертов в первую очередь беспокоит тот факт, что Азербайджан упорно продвигает вопрос о наделении статусом азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Именно здесь армянская сторона видит весьма тревожные для себя симптомы. Когда Пашинян заявлял о том, что НКР должна быть полноправным участником переговоров, многие политологи предупреждали, что Азербайджан выдвинет вопрос об азербайджанской общине этого края. И заявляли о неуместности подобного шага, однако благодаря планомерным усилиям азербайджанской дипломатии попытки Пашиняна снять с повестки вопрос участия в переговорах азербайджанской общины потерпели крах. И ему пришлось сдаться. Более того, представители армянского истеблишмента стали озвучивать заявление, мол, наша позиция неизменна, а Алиев пусть идет на переговоры с кем хочет. Армянскому премьеру было невдомек, что если азербайджанская община станет принимать участие в переговорах, это означает автоматическое наделение ее статусом со всеми вытекающими отсюда последствиями для агрессора Армении. Теперь армянские аналитики ломают голову над определением избранные представители народа Нагорного Карабаха, прозвучавшим в заявлении сопредседателей по факту встречам нациканян Мамедьяров в Женеве, считая его еще одним тревожным термином. То есть, если Азербайджану удастся пробить этот тезис, считают армянские эксперты, то Еревану придется сильно постараться, чтобы не допустить серьезного провала в переговорном процессе. Ибо это будет означать принижение статуса сепаратистского образования и переформатирование переговорного процесса на уровень межобщинного. И это самое страшное, что может произойти для армян. Ведь оккупированные армянскими воскресенья Нагорный Карабах вместе с захваченными прилежащими территориями, это 11432 КВ, Кемеда Юрия Азербайджанской территории, на которой позарилась армянская военщина. И задача любой армянской власти, добиваться того, чтобы эта беспрецедентная оккупация в новейшей истории получила международное юридическое закрепление. В Женеве министры обсуждали. Давида Шахназаряна волнует и тот факт, что в пятистороннем заявлении по итогам встречи в Женеве дважды использовано слово «сэттлмент», которое армянский МИД перевел как «урегулирование». Однако это слово обозначает прежде всего официальное соглашение, направленное на разрешение конфликта. «И если двое переговорщиков от Армении уже согласились на какие-то договоренности, а затем захотят отказаться от них, это будет означать, что любое последующее действие Азербайджана удостоится поддержки международного сообщества», заявил Шахназарян в ходе авторской передачи «Анжелы Товмасян перед зеркалом». Комментируя ответ МИД, Армении на его заявление о том, что в Женеве обсуждался вопрос создания зон совместного проживания армян и азербайджанцев, он отметил, что этот ответ больше похож на реакцию фейков Пашиняна, то есть в ходе ответа касательно трех вопросов два из них армянский МИД фактически подтвердил. Из чего Шахназарян делает вывод, что верна и третья информация, то есть в Женеве министры обсуждали вопрос совместного проживания. При этом армянская сторона раньше утверждала, что встреча министров, не более чем консультация и обсуждение, да и сам Пашинян не раз заявлял, что не пойдет на переговоры без Арцаха. Однако в пятистороннем заявлении говорится, что стороны обсудили реализацию предложений и соглашений, обговоренных в 2019 году, то есть получается, что МИД Ра все это время обманывал свою общественность, и на столе есть документ и обсуждается по этапной варианту регулирования. Пора отрезвиться. Армянские политологи приходят к консолидированному мнению, что все это не просто скрывается от общественности, но Пашинян с Мнациаканином пытаются вести народ в заблуждение. Однако произошедшее в Женеве должно, мол, всех отрезвить и окончательно показать, что Пашинян в вопросе Карабаха ведет политику, обслуживающую исключительные интересы Азербайджана. Как результат указывается на то, что азербайджанская община Нагорного Карабаха стала политическим фактором в урегулировании. Впрочем, этому способствовали не непонятные и противоречивые заявления Пашиняна, а блестящий, филигранный контрудар азербайджанской дипломатии по слабой аргументации армянской стороны. «Озвученный мной факт того, что обсуждается создание зон совместного проживания, наилучшим образом демонстрирует, в каком направлении движутся переговоры», — сказал экс-глава СНБ Армении, даже не задумываясь о том, что речь идет о приближении подписания соглашения о мире. Таким как, Шах Назарян, важно другое, не допустить деэскала ЦИИ ситуации в регионе, ведь главная для них война с целью завоевания новых территорий для своей мифической Великой Армении. А пока, если верить Шах Назаряну, все идет по желаемому для Азербайджана сценарию, и Пашинян всячески этому способствует.